В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Ирина Волкова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Если зима опять придет внезапно, в Мурманской области будет работать горячая линия по вопросам отопления. Заслушали итоги, обсудили перспективы. Сегодня состоялся традиционный августовский педагогический совет. В день знаний заплыва не будет. Сроки открытия Кандалакшского бассейна снова переносятся. Один звонок поможет согреться. С началом отопительного сезона в Мурманской области начнет работу горячая линия по вопросу подключения многоквартирных домов к системе теплоснабжения. Не так давно в Мурманской области уже выпал снег. Зимний сезон не за горами, а вместе с ним и сезон отопительный. После принятия органа местного самоуправления решения о начале отопительного периода в регионе начнет работу горячая линия Государственной жилищной инспекции. Сообщить о проблемах теплоснабжения в своей квартире северяне смогут по телефону 8 815 2 486 717 в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Все заявки будут переданы в управляющие организации с целью осуществления процесса регулировки системы отопления. Напомним, что начало отопительного периода зависит от среднесуточной температуры. Если в течение пяти дней она не поднимется выше 8 градусов, на следующие сутки начинается подача тепла в квартиры. При этом суммарное время, необходимое для подключения отопления всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток с момента начала отопительного периода. 1 сентября с 11 до 13 часов будет вести личный прием граждан руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области генерал-майор юстиции Николай Кононов. Предварительная запись по телефону 974-16. Прием будет проходить в помещении Следственного отдела по адресу Горького-2. После дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет, когда в Кандалакше бассейн откроют. Затянувшееся на несколько лет строительство спортивного объекта для занятий плаванием в нашем городе уже давно стало объектом постоянных обсуждений и шуток у Кандалакшан. В последний раз сроком открытия бассейна было названо 1 сентября 2016 года. В течение года многострадальный бассейн уже не раз навещали крупные чиновники и даже губернатор Мурманской области. После каждого такого визита, казалось бы, подождать остается совсем чуть-чуть. Однако пока то, что бассейн не собираются открывать в День знаний, уже слишком очевидно. Так как после столь долгого ожидания, наверняка запуск объекта в эксплуатацию ознаменует большой праздник с музыкой, воздушными шарами и торжественным перерезанием красной ленточки. А пока ни шаров, ни лент на территории не видно. Как нам пояснили в Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области, догадки верны. Открытие снова откладывается. А сроки сдвигаются в связи с тем, что подрядчик крайне медленно устраняет выявленные управлением коммунального строительства недостатки своей работы, а также работы предыдущих подрядчиков. При этом на сегодняшний день этап строительства практически завершен, и сейчас ведутся пусконаладочные работы. Однако кандалакшане ждать уже устали. Они определили свои сроки открытия объекта. Когда рак на горе свистит, скорее всего. Доделают недоделки, а когда это дело произойдет, одному подрядчику известно. Я верю, что откроется. Может, к Новому году. Мы думаем, что не откроется. Не знаю. Думаю, в течение года, наверное, или следующего. Никогда. Как нам пояснили в Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области, сейчас за выполнением всех видов работ ведется жесткий контроль, и полностью сдать объект планируется до конца года. Ну а получат ли хотя бы на этот Новый год кандалакшане подарок в виде бассейна, покажет лишь время. Сегодня в Малом зале администрации прошло подведение итогов проекта «Памяти павших». На мероприятии также прошла презентация карты схемы воинских захоронений Кандалакшского района. Они немало трудились и теперь с гордостью и радостью принимают поздравления и слова благодарности за проделанную работу. С декабря прошлого года волонтеры общественной организации «Новое поколение» провели массу мероприятий, направленных на сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и ее героев в рамках проекта «Памяти павшим». В рамках данного проекта были заменены мемориальные плиты на воинском захоронении станции «Нямозера». То есть были установлены новые плиты с новыми фамилиями, выбиты. И проведен фотоконкурс «Памяти павших буду достоин я», где всем жителям Кандалакшского района предлагалось разместить в сети свою фотографию у воинского захоронения либо у памятника погибших в годы Великой Отечественной войны. Также в рамках проекта была выпущена карта-схема воинских захоронений Кандалакшского района. Первые карты получили участники сегодняшнего мероприятия. Впоследствии кандалакшане смогут ознакомиться с ними в общественной организации «Новое поколение», а также в библиотеках города. Это все новости, которые мы подготовили для вас сегодня. Далее вас ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго и до встречи!